Всем привет, с вами Прия. Альфа пополняется своим контентом, это не может не радовать. На текущий момент доступны уже вроде бы как все локации. Это значит то, что скоро уже Альфа перейдет в статус бета. Но помимо всего этого, вводят и нововведения для создания персонажей. Как мы знаем, в середине апреля уже выдвинули новое меню для создания персонажей. Оно выглядит достаточно свежим, красивым и интересным. Но теперь же в это меню добавили еще одну интересную функцию. Мы ее сейчас рассмотрим и детально поглазеем на все классы, которые имеются при создании персонажей. Нововведение очень интересное и отображает, можно сказать, всю суть класса. Суть в том, что когда мы нажимаем кнопку новый персонаж, то перед нами, выбирая какой-либо класс, появляется анимация этого класса. Ну вот, например, мы выбираем воина. И тут такой воин с пушечками в боевой стойке, готовящийся уже напасть на кого-либо. И к тому же, сет, в котором находится наш персонаж будущий, это сет является сетом из Аплота, который был в Легионе, а предшествует ему сет, который был за золото в испытаниях Пандария. То есть, вот этот сет, это просто рекалор сета с Пандария. Тот, который давался за испытания золота. Тот, кто играл, тот прекрасно понимает, о чем речь. Рассмотрим дальше, что у нас тут. Охотник. Ну, охотник с пушечкой, питомец позади. То есть, все нормально касательно этого. Никакой анимации выстрела, ничего такого нет. Маг кастует огненный шар или какое-то огненное другое заклинание. Ну, да, окей. В принципе, неплохо это выглядит. Разбойник находится немножко в тенях. То есть, теневой такой отголосок имеется от плечей, теневая дымка. Кинжальчики. Ну, и сама моделька немножко является стелси. Ну, жрец у нас тоже что-то кастует интересное. За жреца я не играю, поэтому сказать не могу. Но в целом это выглядит очень красиво. Чернокнижник, скорее всего, будет какой-то Shadow Bolt кастовать или что-то типа такого. Ну, окей, какое-то заклинание имеется. Пурпурного цвета. Паладин. У Паладина, кстати, сет... Сейчас я вспомню откуда. С Легиона. И, по-моему, он давался с Цитадели Ночи. Насколько я правильно помню. Могу, конечно, ошибаться, но все же. Так, чтобы рассмотреть Друида, мне бы, конечно, нужно нажать либо Найт Эльфа, либо Варгена. Но ни той, ни другой расы у Альянса почему-то нету в текущий момент. Почему? И я не знаю. У Орды все есть расы? Это забавно. Окей, Друид у нас что-то целительное кастует. Целительное прикосновение, скорее всего. То есть, такие простенькие анимации, а на самом деле уже меню создания персонажей выглядит чуточку красивее. Далее, Шаман. Ну, Шаман Молнии будет самую обычную кастовать. Щит Молнии вокруг него крутится. Монах просто стоит в боевой стойке своей с ладошками. И эти ладошки готовы уже кого-нибудь размотать. Так, далее Охотник на Демонов. Тут что? Ну, тут аналогично боевая стойка, просто с обычными глефами, дефолтными. Что же у нас у ДК будет? Ох ты, как красиво. Сет с Анторуса. Это мифический Анторус. Нужно проходить, чтобы такой сет получить. То есть, у моего ДК имеется такой сет, который уже долгое время на нем. Но он, по-моему, из героического режима. Синенький такой. А конкретно с красной черепушкой он добывается с мифика. Вот. Клиночек. Это клинок рунический Рыцарь Смерти, который просто покупается в оплоте ДК. Там, за 100 голды, что-то такое. В общем, довольно-таки интересно все это выглядит. Особенно то, что костяшки крутятся вокруг ДК. То есть, можно более детально их глянуть. В общем, такое вот обновленное меню создания персонажей. Можно, конечно, и другие расы покликать, посмотреть, как на них все прокручивается. И как выглядят персонажи с этими доспехами. И как вокруг них будут крутиться костяшки. Ну, а заренная дренейка в виде жеребца, конечно, выглядит очень интересно и очень красиво. Стоит это признать. Вот такое вот нововведение на альфе. Само собой, оно будет в припатче Shadowlands. То есть, что у нас получается? На текущий момент идет альфа. Скоро будет бета. Ну, наверное, через месяц или полтора. Там будет уже побольше инвайтов и все такое. Далее, в тот момент, когда останется полтора или один месяц до выхода Shadowlands. То на живых серверах, на тех, в которых мы играем. То есть, 8.3, где на текущий момент, где мы там покупаем карапты, заехания, лоты. Будет введен припатч. И в припатче уже, само собой, будут все изменения. То есть, сплющат левел, поменяют интерфейс игры. Поменяют меню создания персонажей. Собственно, чтобы дождаться данного нововведения. Ну, нужно подождать еще месяц, наверное, 4 или 3. Я так думаю. Такая вот мысль. Такая вот интересная новость касательно нового меню создания персонажей. Анимации реально классные. Дайте знать в комментариях, какая анимация вам понравилась больше всего. Уверен, у каждого будет свое мнение насчет этого. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги. Мойте руки. До скорого.